Девочки, присели мы на минуточку около фонтана. Наш замечательный фонтан на Кирово. Ну, со мной, конечно же, Александр, но куда он без меня, девочки? Ну, куда я без него? О чем хочу поговорить? Давайте я себя переведу в камеру на фонтан. Будет вам приятнее, наверное, смотреть. И тема у нас такая. Смотрите, на Кирово у нас стоит... На Кирово у нас стоит ремомобиль, скорая помощь. Опять же, по прививкам. Я сейчас уже подошла, поинтересовалась конкретно. Скажите, пожалуйста, можно ли делать всем прививки? И нужно ли перед этим какие-то анализы? Меня уверила медицинский работник, что никаких анализов перед тем, как делать прививки, не нужно. Я говорю, а как же, если у меня аллергия на что-то? Я же у вас спрошу. Мне вот это больше всего понравилось. Я же у вас спрошу. Вот скажите, я обычный человек. Откуда я знаю, есть у меня на этот препарат аллергия или нет? Может быть, я такая бестолковая? Ну, вот я не знаю, есть ли у меня на этот препарат аллергия или нет. Вдруг мне после этой прививки будет как-то не по себе. Я понимаю, что она мне сделает, я посижу пять минут и уйду, а после этого мне будет плохо. Ну, я просто не делаю никогда против гриппа прививки. Вот хочу у вас спросить, как вы думаете, нужно ли делать? И всем ли подходит одна и та же прививка? Как мне опять медицинский работник сказал, что прививку делают одну до шестидесяти, вторую после шестидесяти. Но нам еще далеко до шестидесяти, поэтому я все равно как-то не знаю. Мама мне моя советует делать прививку. И советует делать всем, мне, мужу, сыну. Но я пока не знаю, что так, я думаю, что еще время есть. Жду от вас ваши советы, что вы думаете. А у нас прекрасная-прекрасная погода, прекрасные деньги. Посмотрите, сколько много солнца. И это солнце мы получаем в городе Саратове. Просто шикарно. А водичка-то у нас, посмотрите, какая голубая, прям как на море, знаете. В этом году на море не были, поэтому очень-очень скучаем. Смотрите, какая прекрасная куколка. И посмотрите, я нашла, какие джемперочки. Такое впечатление, как будто самовязка, да, серый и розовый цвет. И собачки здесь. Но так симпатично смотрятся. Размеры также различные. Манжетик на рукавах и внизу кофточки джемпера тоже. Смотрится шикарно. Мягкие ушки у собачки. И цвет розовый, он очень приятный, такой розовый цвет. Ну и вот такой вот еще свитерочек. Здесь собачка тоже черненькая. Но вот черный такой джемперочек мне не очень понравился, так как на него вот все липнет. А так смотрится тоже. Аппликация здесь хорошая, выполнена хорошо. Цена такая же, как и у первого. Вот такая вот блузочка мне очень понравилась. Смотрится симпатично. Ну, у меня нет брюк, под который она подойдет. Такой цвет черненький, горчица, бордо. Зад намного ниже, чем перед. Сейчас так модно и симпатично смотрится. Допустим, вот на работу можно купить под пиджак вот такую вот блузку. Но я не люблю, когда вот здесь вот горлышко, у меня прям это так близко к шее. Хотя варианты очень симпатичные. Видите, она такая в пупырочку прозрачненькая. Симпатично. Под брюки распашоночку такую можно купить, но я не люблю распашонки такие. Ну, не люблю прям, не знаю. Смотрите, какие толстовочки. Размеры здесь различные есть. С 42 по 52. Два карманчика. Баечка. Манжетик. Так, у нас... Ну, с мишками, конечно, для взрослого человека не очень. Хотя размеры есть большие. Есть розовые с мишками. Потом с пироженками со различными. Потому что дети бывают и крупные, и мелкие различные. Такие тепленькие, прям приятно. На прогулку, допустим. В школу-то она вряд ли разрешат. Хотя я не знаю, как сейчас ходят в школу. Так, ну и давайте посмотрим по брюкам. Что у нас здесь? Скидки. Скидок нет еще. Хотя уже, мне кажется, пора. Я бы вот такие вот взяла бы штанишки. Они на резиночке. Я так люблю. Кармашки. И цвет такой графитовый. И размерного в этом ряда дофига. Такие узкие. И мы с надеждой смотрели какие-то... Не в этом ряду. Так, а в каком ряду смотрели-то? Где-то вот здесь. Но их уже нету. Они были такие оливкового цвета, по-моему, да? Нету. Вот они должны были уже быть по скидкам сейчас. Помните, такой цвет был у джинс? Курточки. Тепленькие внутри. Джинсовые. Сейчас джинсовые курточки опять вошли в моду. Черные и синие. Мне кажется, синие более приятные. Ну и я, опять же, ничего не нашла. Здесь курток нет практически. Штанишки по скидке я тоже не увидела. А хочу их по скидке взять. Вот такие вот. Прям они мне нравятся. Скидочный вариант. Был бы шикарно. Последний день октября. И посмотрите, розы цветут и цветут. Но цветут и цветут. Не переставая. Мне кажется, они будут цвести у нас до ноября. Ну, не знаю. Посмотрим. Какие розы отцвели. Уже их обрезали. Но шикарно. Александр там. Ой, какие мы любители. Все-таки цветочек. Девочки, когда была дача, я даже это не замечала. Оказывается, не только я люблю розы, ну и вообще цветы, но и мой муж. И это приятно. Кстати, любит он мне дарить розы. Но дарит розы, знаете, такие белые. Я люблю белые розы. В бутоне. И бутон обязательно раскроется. Смотрите, какие шикарные. Они красные, красные, красные. Очень красивые. Но почему-то здесь нет белых. Может быть, белые розы – это другой сорт. И они более, ну, не такие устойчивые к городу. Для того, чтобы расти в городе. Не знаю. Пройдемте мы сейчас вместе с вами через Липки. Нам как раз идти с вами прямо. Потому что у нас, куда мы вошли, вход. И прямо-прямо есть выход. Вот нам как раз через все Липки нужно пройти. Ну, ты как-нибудь мечи-то поменьше. Здравствуйте, девочки и мальчики. Кукурузу решили покушать. Кстати, кукурузу не ели вообще все летом. Не знаю почему. Сначала сестра обещала сварить. В Саратове первый раз. В Саратове. А то подумают, правда, что вообще. Ты показываешь, наверное, мою грудь только. Повыше, пожалуйста, камеру. Я кукурузу показываю. Сначала сестра обещала сварить. Так и не сварила. Не дождались. Потом я хотела сварить. Так и не сварила. Думала, сын приедет, захочет, я отварю. Он не захотел. Поэтому проезжали мимо парка, зашли, купили салфеточки, стаканчик. Все культурно. Горячая и очень-очень мягкая вкусно. Дали шпажку. Зачем не знаю, но пусть будет. Ну, а как ты будешь вот второй кончик обгладывать? Запросто. Всем приятного аппетита. Так, и пришли мы в Ашан. Я решила посмотреть грибочки. Ну, в принципе, неплохие грибы. Так, грибы у нас по цене шампиньоны 179 рублей. Ну, здесь можно выбрать, посмотреть. Хотя, знаете, не важнецкие. Вот упаковки. Упаковки они уже как-то получше. Ой. Так, а мне? Мне нужен листовой салат. Вот видите, уже продается. Меня спрашивали, как это продается вареная свекла. Да, вот. Свекла отварная. 500 грамм за 500 грамм. 49 рублей. Если вы хотите сделать, допустим, сельфо-чубы быстро к вам нагрянули гости, то можно купить уже отварную. Белая дача. Сладкая свекла. Сделает замечательно. Просто салатик из свеколки. Очень полезно. Ее, видите, даже разобрали всю. Сколько здесь грамм получается. 250 грамм. Ну, так неплохо. Даже тереть не надо и чистить. Замечательно. Так, здесь у нас в упаковочке... Я забыла взять с собой маску. В Ашане выдают. За 99 рублей две. Прям такие хорошие вареные кукурузки. Вы посмотрите. Прям отличные. Слюньки аж текут. Здесь у нас тимьян. Тимьян 99 рублей. Мне с обратной стороны нужно. Здесь с тобой салат. Так, вот он. Вот он, вот он, вот он. Его... Че выше, тем лучше. Подняли. Сейчас посмотрим. Ну, вот вроде неплохо. 39 рублей. Возьму. И назад поставлю. Как бы не уронить. Ну, неудобно очень. Её положили. Уже с корешочками. Свеженький. Нигде не испорченный. И давайте, раз уж мы здесь посмотрим. Хурма. Ну, хурму как-то я люблю, когда она уже такая наша. Российская. Перчик. Вы посмотрите, какой перчик. Маленький такой. Но зато красненький, зелёненький. Какой вы хотите такой перчик. Так, у нас здесь виноград. Виноград 129 рублей. Вот он, молдавский. Меня спрашивали, как выглядит молдавский. И где это вы его покупали? Я покупала молдавский в Магните. И вот, посмотрите, он сладкий-сладкий. Вкусный-вкусный. А ещё мне очень нравится вот этот вот виноград. Он просто шикарный. Он просто шикарный. 168 рублей. Но он с косточками. Но он прям сладкий-сладкий. Кто любит сладкий, это ваш вариант. Ну, я не знаю, как вот это называется. Он тоже 169. Но такой вот он прям красненький. Красненький, но и чёрненький. Видите, как дамские пальчики. Ну, а я готовлю ужин. У меня на третье компот, как и полагается. Компот у меня из винограда. У меня оставалась маленькая веточка. И мы покупали сливу, чернослив. Всё уже у меня закипело. Теперь я накрою крышечкой. Вот у меня крышечка. И пусть настаивается. Я люблю, когда вот он, знаете, под крышечкой постоит. Немножечко. Ну, так вот, потонится, как говорится. И на второе у меня морской продукт. Коктейль. Там всё подряд. Там и креветки, и мидии. И всё, что там есть, это всё там. Опять же, я беру в Ашане. Люблю, уважаю морепродукты. Вчера покупали рыбу. Свежую. Ой, какая она вкусная. Я её в духовке готовила. Так, ну, а к морепродуктам микс. У меня будут макарошки. Макарошки, сейчас покажу, такие малышки. Так, вот они. Если их видно. Ну, у меня, естественно, руки чистые. Я же готовлю кушать. Вот такие вот маленькие они. Покупала... Где я покупала? По-моему, в Ашане. У меня даже осталась упаковка. Очень-очень мне понравились вот такие макарошки. Они прям очень вкусные, такие нежные. Я так подумала, что как раз с морепродуктами будет шикарно. Но так как картофель как-то не вяжется с морепродуктами. Тем более у нас картофель вчера был с рыбой. Ну и всем приятного аппетита, девочки. А возможно, даже мальчики. Готовлю я, по-моему, уже рассказывала, как я микс готовлю морепродукты. Немного, прямо вот, ну, минут шесть, семь. Потушу, посолю. Перчить не буду, потому что специи различные, они отбивают вкус. Затем заливаю немного сливок или молока. У меня сегодня сливок нет. У меня молоко. Такое вот. Взливаю туда немного молока и тушу еще буквально минутку. Молока возьму у Александра. Он покупал себе молоко. Я думаю, не обидится. Я же морепродукты для нас, для всех. Ну и всем приятного аппетита. И еще раз всем приятного, приятного аппетита. Сверху можно посыпать немного сыром. Что я и сделала. У меня оставалось немного сыра. Его ни туда, ни сюда. Поэтому, я думаю, посыплю немного сырком. Очень-очень аппетитно. пахнет. Аромат просто супер. Зову своих ребят кушать. Ну и вас, конечно же, приглашаю на ужин к себе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!